Всем привет на канале Препресс. Иногда дизайнеры, сдающие в типографии макеты, считают, что все они сделали правильно. А на препрессе, если что, подправят. Им же, типа, виднее, они же специалисты на препрессе в типографии. Это довольно-таки глупое заблуждение. Правильность работы и быстрота печати зависит исключительно от того, что сделает дизайнер. Но это все лирика. Итак, первые мои слова при виде вот этой работы, это был непереводимый поток матюков. Но, без паники, сейчас все сделаем. Оценим масштабность нашей проблемы. Итак, у нас есть кружочки. Кружочки, это у нас понтон. Короче, после долгих разговоров с заказчиком, что они хотят, выяснилось, что это будет белило и печататься будет на прозрачной подложке. То есть, нам нужно напечатать сначала белило, а потом цмик. Чтобы было понятно, это вот такое изображение. Что сделал наш любимый дизайнер? Дизайнер, конечно, крут, молодец, красиво все сделал, в кавычках. Ну, неважно, это задумка дизайнера, заказчик утвердил. Все это на их совести, как оно выглядит. Так, это у нас есть картиночка, которая тоже является, так подозреваю, понтоном. Если мы откроем ее в фотошопе, вот наши документы. Мы их откроем. И где-то оно у нас... Вот. Players Channel. Channel не сделал. Где-то он сделал... Сверху... Вот. Наложил. То есть, он сделал это все. В пятом канале. Pantone 643C. Смотрим. Это у нас тоже Pantone 643C. Но глупая... Как бы... Напечатать это невозможно, потому что невозможно на растр поставить EURPrint. Да, можно, конечно, поставить. А Multiply и все остальное. Но это неправильно. Почему? Потому что мы не можем поставить даже Trapping. Что для нас непозволительно. То есть, поставил полупрозрачный. Короче, полный песец. Вернем обратно. Что нам надо сделать для этого? Первое, что рекомендую. Спрятать векторные объекты. Выделим векторные объекты с Pantone 643C. Объект Height Selection или Control 3. Спрятали. Так. Это то, что у нас будет на изображениях Белила. То есть, для чего он это сделал? Для того, чтобы можно было за теми кругами сделать один... Ну, короче, это мы сейчас будем делать. Второе еще есть тут такой непонятный Pantone. Это тоже Pantone. Но, как сказал заказчик, его можно сделать... Вернее, даже не можно, а нужно в ЦМИК. Мы его просто переводим в ЦМИК. Но еще я вижу здесь. Здесь и здесь какой-то кружочек. Зачем этот кружочек? Я не знаю. Наверное, мы его удалим. Итак, раз. Выделяем тот же цвет. Переводим. Смотрим, где еще может есть. Нету. Переводим ЦМИК. Все. До побачения. Или до свидания. Теперь наша задача сделать из этого изображения с альфа-каналом векторный объект. Как сделать это проще? Да, вы можете взять, обрисовать это все, обстукать пером. Но, я, честно говоря, в этом смысла не вижу. Поэтому мы сделаем проще. Еще видите, да? Какая-то непонятная обводочка. Черная. Ну, короче. Горе-дизайнер, которому глубоко на все наплевать. Да, молодец. Умеет делать альфа-каналы, но для типографии это не пройдет. Беденами потом это сложно будет напечатать и будет какашка. Итак, открываем наш файл. Нажимаем Ctrl и на канале. Выбрали нашу область. Делаем Make or Pass. И обычно тут у вас может быть двоечка быть. делаю как можно меньше. Убираю число. Он мне говорит, что только от 0,5 и ставит самое минимальное значение. Говорю, окей. Сохраняем. И делаем Clipping Path. Path 1. Да, правильно. Flatness я оставляю по умолчанию. Готово. Но обратите внимание, что большинство дизайнеров да и сами наверное так делали при помещении в иллюстратор никто не парится о том какого размера идет это изображение. Поэтому у нас есть свое изображение в миллиметрах. Мы смотрим что какое у нас изображение здесь. Не перепутайте. Вам надо только изображение. То есть я обычно вот Embedded. Видите, да? Открываем Transform и смотрим 310 99 на 253 на 253 на 257 То есть я в Photoshop указываю это значение. Готово. Нажимаем ОК. Теперь это у нас будет правильная маска. Сохраняем ее как EPS. Сохранить. В бинаре у вас может быть ASK85 но лучше бинаре. Нажимаем ОК. Открываем. Открываем наш файл. Делаем Kids 1 Смотрим на него. Вот наш обтравочный контур. Он у нас перевелся в вектор и мы теперь можем спокойно с ним работать. Что мы делаем? Ungroup Лучше перейти в режим стрелочки Release Clipping Mask Теперь мы можем ее забрать. Это у нас будет наше изображение. Забираем Ctrl X Переходим в наш объект нажимаем Ctrl V Выравниваем Вот же ж гад. Ничего еще и уменьшил. Короче по направляющим я думаю мне удастся это все соединить. честно говоря это немножко неправильно но я так смотрю выбора особо у меня нет вон по краям ну в принципе ну поняли да о чем я ну смотрите это как выход Ctrl Y нажму ой извините вот у нас есть область нашей картинки почему оно поместило непонятно так то есть я добавляю ее вот так вот смотрим ровненько хорошо замечательненько отключаю Ctrl Y оно у нас в принципе перетянул немного поднимать окей до ум приходит ну это должен был сделать дизайнер а не припрестник который сидит ну за это берутся деньги час работы 20 выше долларов ладно проехали у нас еще есть вот этот объект теперь с этим объектом мы его нарисовали что мы делаем мы назначаем его наш понтон чтобы оно не отличалось ну понтон белил я думаю это уже потом сделать когда с кружком потом назначим треппинг на эти все элементы так это у нас готово можем заблокировать или спрятать спрыгнуло почему-то на эту январа задел извините вид хайдс лэкшен это мы можем смело удалить чтобы но нам не мешало наши кирпичики ищем наши кирпичики это можно закрыть январа сохраню это все кирпичики это непонятное что-то они альфа-канал control выделяем переходим в паз делаем make work паз удаляем значение ок ок сохраняем наш путь назначаем клиппинг паз этому пути да готово проверяем размер размер 79498 да вид да 79498 написано 87 79498 control alt и 79458 проверим 498 79498 79498 79498 58491 окей нажимаем окей и сохраняем как епс сохранили как епс сохранить открываем в иллюстраторе в бокс переходим ух ты ангрупп ctrl x ctrl v релиз клиппинг маск выбираем белое поле что надо там сделать но это не важно ооо это четко стало наверное там я что-то бокопорил извините я без подготовки не проверял поэтому возможно могу тупить немножко окей назначили теперь у нас это объект векторный мы его тоже сделаем под hide ctrl t или selection hide удаляем наш объект который был неправильный идем дальше это у нас что боже ладно не важно переходим это можно закрыть сохраним на всякий случай ищем мальчика в тигровой шкуре вернее даже объект вот он та же самая операция control на канале пас make work пас окей save пас пас 1 клиппинг пас пас 1 окей размер не забываем про размер ибо потом прозреете 106 687 как в первом случае ctrl и 106 687 правильно 106 687 правильно окей сохраняем как епс епс сохранить киф открываем вот они ангрупп релиз клипинг маст если вам удобнее ctrl y нажимаете вы все будете видеть то есть мы это нам не надо нам нужен чистый контур таким он сейчас является ctrl x переходим в нашу работу ctrl v и назначаем как должно быть с волосами с волосами прикольно но наверное будет ss и буду ничего придумывать как сделали так и сделали это их проблема не моя буду вырисовать каждого волосинка мне главное чтобы оно попало в принципе может чуть-чуть выровнять странные ребята глаз да глаз за ними надо так назначаем наш понтон поступаем так же само объект show ой height selection это удаля готово следующее зачем я зачем я лучше скрываю для того чтобы можно было видеть что я сделал потом мы просто покажем все и продолжим нашу работу итак что это у нас такое это викинг сидеть даже может прикольно так открываем фотошопе это мы закрываем сохраняем вот он этот викинг сидящий на замке своем построил конечно можно и так ну если потом будут какие приколы на счет того что это вы так сделали или как это так там все остальное вы всегда можете апеллировать вот вы сделали альфа канал и я по нему выполнял свою работу придумывать придумывать ничего не надо потому что как бы задумка дизайнера должна быть такой как они задумали если они придумали так то нам наша задача сделать так как они сделали все вот наш альфа канал остальное никого не интересует так так пас мейкор пас сохраняем нас или обтравочный контур на русском повторюсь я не люблю на русском photoshop английский больше дает понимание так размер 106 610 165 видно контрол 106 окей конт ой контрол с контрол с сохраняем как юбс окей пока не закрываем вдруг понадобится открываем китс 3 лучше режим wireframe ангрупп и release clipping mask хотите удаляйте хотите не удаляйте контрол x переходим в нашу работу контрол v выравниваем по нашему объекту смотрим по краям альфа канал не умудрились сделать по полной программе то есть они как-то по хитрому это все сделали но это опять же их проблема как и здесь например ss сделали как сделали мы напечатаем так как они задумали ибо задумка дизайнера в нашем случае самое главное наша проблема сделать задумку эту правильной смешно звучит конечно так объект hide selection убираем наш так динозаврик открываем нашего динозаврика динозаврик картинка динозаврик ага это я пробовал вот у нас есть наш паз наш layers размер проверим 86 53 это я раньше сделал не думайте что дизайнер динозаврик проникся и сделал одну штуку а потом забил на это все дело то я просто проверял как вам показывать 86 545 86 53 в данном случае могу сказать что не важно потому что я это уже сделал динозавр ангрупп или скриппин маск control y control x control v вот он выравниваем по объекту чудеса в данном случае особая точность имеет значение но старайтесь в каких-то пределах мы еще все равно трепинг поставим чтобы сгладить наши неровности которые мы выставляли если что можно всегда будет подправить уже по изображению как это сделать покажу позднее так этот есть объект height selection удаляем последним замок ищем нам замок это можно закрыть сохранить эти картинки пока оставим вот наш замок объясню почему делаем проделаем ту же самую операцию make work pass save pass clipping pass готово сохраняем как стоять забыли размер размер 7319 7319 окей теперь можно сохранять как епс дэва 2 ой епс дэва 2 сохранить тиф открываем дэвэ 2 ctrl y для понимания ангрупп релиз забираем ctrl x по верхушке выравнивается нам надо вот так так что-то у нас тут беда какая-то выравниваем по размеру тут все хорошо по высоте была проблема не знаю чего она так сразу прыгает хрен с ней назначаем понтон объект hide selection удаляем прошлый объект вы поняли да прошлый объект это растровый объект который только альфа канал назначенный с этим понтоном на который не назначен ни треппинг ни оверпринты ни хрена не назначена то есть так ни о чем поэтому мы и делаем наши манипуляции со втравочными масками делаем векторную обводку над этим чтобы назначить и треппинг и оверпринт ясно если что не ясно задавайте вопросы в комментарии итак у нас есть готовые вообще-то в идеале я не знаю смотрите сами какой у вас рип я это к чему ну в любом случае тут есть какие-то ага объекты ага интересно так чисто поржать ага понятно если у вас рип не принимают полупрозрачные псдшки или картинки я вам не завидую придется просто еще больше долбаться ну надеюсь что все будет в порядке в принципе вы это можете все отрастрировать вот это все кроме наверно это все лучше растрировать и не парьте себе мозг мне там и потом наверно я покажу для тех кто волнуется так белый оверпринта нет слава богу так мы сделали наши объекты теперь можем разлучить контр-альт 2 что залучили и объект show all контр-альт 3 вот наши объекты и векторами я вам рекомендую не делать не строить такую конструкцию объединить все в один в один в одну маску грубо говоря в один понтон как это сделать открываем pathfinder shape modes теперь можем назначать trapping я ставлю на trapping два пункта но тут смотреть надо по конкретной задаче готова и назначаем атрибуты windows attributes overprint fill и overprint stroke есть то же самое делаем с остальными объектами pathfinder windows pathfinder или оно обычно в меню трансформированием с трансформированием align и pathfinder назначаем есть здесь наверное тоже надо сделать но это мы давайте сделаем иначе сначала это все объединим здесь только один здесь выходит шейп готово так еще один потерялся теперь можем сделать таким образом выделить объект select same fill color выделится весь наш понтон можно также нажать на объект такой из select similar объект для быстрого выделения обратите внимание не все нормально почему-то оно не выделилось странно select same fill color ага теперь правильно fill color есть не выделило оно мне все подобные объекты это будет белилами я думаю не надо поставить хоть маленький давайте мы на маленькие объекты поставим маленький overprint за зараза так этот слой для контраста ой просто залочен но я бы не делал на этих объектах overprint ну наверное надо давайте сделаем на этих там где у нас есть тени здесь он нужен однозначно нет как у нас все это работает нажимаем view overprint preview обратите внимание мы видим наши так сказать наш трепинг то есть в принципе все чудесно так у нас тут был еще один понтон как вы помните я его вообще удалю пусть будет соцмиком мало ли ну все в принципе у нас все готово control shift y убираем нашу open preview вроде все правильно это и есть работа припресника спасибо вам всем за то что досидели до конца урока если вы что-то не поняли задавайте комментарии пишите подписывайтесь на мой канал если что-то у вас есть интересное высылайте мне на почту в описании канала есть моя почта поэтому можете спокойно высылать хочу заметить вам что это времени у меня зовут заняло примерно 30 минут час работы припресника дорогой выбирайте сами какую сумму то есть минимум за час надо брать денег то есть 20 долларов в час 30 долларов это как вы решите смотря какая у вас конкуренция но вы должны делать все правильно в теории все это надо от растрировать все элементы тени все остальное я этого делать не буду потому что я сдаю это все в типографии типография примет этот момент если нет просто исправим от растрировать но это надо уже смотреть после рипа всем спасибо пока ну и сохраняем это извините не написал сохраним это как аишник продолжить там какой-нибудь цс с пятую версию или цс шестую я сохраню в две версии сначала одну сесси 2014 года да я чуть не забыл мне не напомнили я сам про втыкал тут же еще один момент обратите внимание картинки у нас rgb то есть на вопрос почему сделали rgb на что дизайнеры ответил ну там же корректировать можно в ржб чтобы правильно перевести в цмик ну короче блин мудак то есть от смеки нельзя корректировать да ты же блин делаешь на делает и в цмике все это делаем банально в прошлом уроке я показывал как конвертировать в профиль в профиле выложил заразу печать на пленке 300 будет 300 теперь что мне с этим делать наверное все таки чуть-чуть подкорректируем не буду сильно им корректировать это дело нужно при печати все было хорошо control s control v edit конверту профиль как работать с профилями сделаю ссылку на этом видео что можно было посмотреть перевели edit image adjustment levels дизайнер этой хернёй корабликом типа и миши джазман с вами понимаете что эта работа уже она явно не припресс ника наши любимые ну короче окей сохраняем закрываем детки нет конверту профиль выбираем 2300 чуть-чуть корректируем контролл с контролл лая кирпичики идет конверту профиль 300 и миши джазман лорус в принципе можно было взять нет растрировать не парить себе мозг ну я решил все-таки пойти немножко сложным путем может это вам когда нибудь пригодится не пригодится но слава богу это вам чуть-чуть подкорректируем контролл с контролл с кроа теперь заменим эту всю байду в этот релинг что плохо в новом фотошопе что не видно что да как хрен их знают поэтому приходится сравнивать файлы нам не надо вот он это у нас дск ж2 поменяли кирпичики не надо не надо не надо не надо бокс три икса бокс замечать название есть первобытные детки релинг 50 85 викинг закрываем чтобы не мешал 2 psd где 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 есть кто тут еще у нас спрятался замок релинг это не надо это не надо замок 50 44 короче самый такой стрёмный геморрой который надо исправить мы закрываем кораблик 49 32 динозавр 50 69 так остались у нас какие-то объекты которые были под давайте мы их тоже найдем 49 динозавр в 50 50 в 50 50 в 50 в 50 в 50 50 давайте это тоже спрячем нет а вот девочка давайте девочку росту и нашли шат и psd в триллинг где он шат 3 psd заменили бд 3-link смотрим динозавр не надо это викинг судя по ногам за psd готова подозреваю это за 2 psd да все теперь у нас все хорошо я спокоен давайте это первый момент я его сохраню попросили сохранить в иллюстраторе cs3 назовем его как инди тут сохранить контине у cs3 ok стоп одну вещь не учел шифт с не просто не увидел на ведь и на лютинк лютлинкин файл то есть мы сейчас перелинковали все картинки если мы сейчас не сделаем не поставим эту галочку то все картинки надо будет предоставить типографии либо они останутся rgb понятно да то есть include liquid файл тогда оно все embedded сделает по крайней мере это можно будет открывать просто а цс 3 не выжил короче подождем пока сохранится я поставлю на паузу не отменил забыл указать cs3 new континента ругается на том что including files ok так она у меня сохранилась а теперь как сделать так чтобы приняла любая типография с любым печатным оборудованием на самом деле все очень просто делаем нашу операцию 5 целая цель филкор объект хайт салэкшн все вектора которые у нас есть лучшим макируем или обратите внимание у нас вектор мы релиз компа у вас блин хрень получается просто тогда открываем наш файл тот что new мы спрейс охраняли отмена этот закроем этот у нас файл готов то мы можем закрыть открываем то что мы только что сохранили в cs3 версия обратите внимание у нас появились такие объекты это означает что оно то есть оно отделило уже в той версии нам тень от объекта но короче мы это все раз будем растрировать филкор 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 мм зажим зажим оплачу м это нам тоже ctrl 2 все остальное будем еще вот это ctrl 2 это у нас что это у нас непонятный цвет наверное это будет нож ну хрен с ним ctrl x новый слой назовем его cut и перенесем туда control f и заблокируем чтобы он нам не мешал этот по идее у нас этого фона не будет нам для понимания он был чтобы был контраст типа имеет имитация бумаги так это у нас тоже как мы его тоже вырежем вместим сюда на отдельный слой разблокировать забыл control f все это я забыл заблокировать заблокируем посмотрим что мы сделали нам нужны только растровый объект ctrl 2 посмотреть что мы заблокировали что нет так вектора тут нету control z возвращаем обратно то же самое здесь вектора нету возвращаем обратно object растарайся смик 300 точек окей но сейчас мне зафигачит в принципе в принципе белая то я думаю пофигу белая не будет печататься правильно это ж не понтон белье можно даже оставить так ну конечно лучше сделать маску object растарайся 300 точек окей даже можно не так поступить заходим сюда ой нехорошо то как Я же заблокировал, правильно, объект, расстриговать, ок, object, расстарайся, smg, ммм, хрень получится, ммм, сейчас я, а, так похеру, абсолютно пофигу, что она там будет, потому что она сверху будет белила, object, расстарайся, сейчас все объясню, не переживайте, ctrl c, блокируем, переходим на наш, есть, делаем ммм, вот этот слой скопируем, ctrl 7, выбрал 7, это шо ж такое, и светлый, и, 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 Понятно, это у нас не объект, а просто заокругленные углы. Ну что-то типа того. Так что белое, ничего страшного. Для тех, кто волнуется, что оно будет не видно, обращаем внимание, когда мы показываем Show All. Вот сверху это у нас будет белило. Поверху отключим этот слой, все будет понятно. Это лучше у нас красота. Я этот файл сделаю как Flat. На всякий случай вышли им New, не отрастрированный. Вдруг они сами решат что-то сделать. И Flat отрастрированный. CS 3 версия. По крайней мере все объекты уже будут слиты воедино. И все должно быть прекрасно. Так, готово. Подписывайтесь на канал. Есть вопросы задавайте. С удовольствием вам на них отвечу. Извините, что задержал ваше время. Немножко. Ну, час. Сейчас мы с ним продолбались. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok